Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере, смотря Rage. Нежданно-негаданно, да, немножечко поснимаем сейчас матру, а то CCD, Радмир. Вы подумали, что я уже с осмотры ушёл, уже две недели роликов не было. Кстати, последний ролик был связан с этим геликом. Нет, пацаны, я на смотре всё ещё играю, просто тогда было интересно что-то попробовать новое. Но новые ролики по CCD также будут, не переживайте. После этого ролика где-то выйдет, мне кажется, CCD сразу, вот. Сейчас просто нету там что записывать особо, там только идёшь работаешь, либо новую тачку покупаешь. Всё, не отвлекаемся, сегодня мы будем покупать мою новую тачку для коллекции. Я уже купил, записываю это после, она охрененная. Так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. Ну а перед началом, кстати, да, там промокодик EVON, вводи перерегистрации, получай 50 тысяч рублей на свой баланс, ты рыпыры. Уже 240 человек ввело мой промокод, присоединяйся ко мне, будем играть вместе. Конечно, зачем я это говорю, если мне смотра вообще ни хера не даёт. Так что, пацаны, можете не войдите вообще на этот сервер, не заходите, ладно, шучу. Просто моя первая реакция, когда я сел впервые на V-класс. Погнали. Нихера у него звук, это V-класс, пацаны. V-4, 4, 7, C-4, turbo, turbo гоночный, всё, F-T, go. Бля, вот этот бусик чисто из-за дверей купил. Я сейчас, пацаны, всё расскажу. Поехали сначала к банкомату. Так, за последнее время я накопил 12 миллионов, отсутствие двух недель роликов, как бы, посмотри, вот, накопил. И сейчас будем всё опять сливать, как всегда. Поэтому, сколько там, 7 миллионов, я думаю, нам хватит. Снять деньги или не 7, давай, ладно, 8 снимем. И опять, Аван, остаётся без денег, опять 4 ляма. Ещё скоро, знаете, опять дробница обновления, Аван опять будет записывать. Покупаю тачку из обновления спустя 2 недели, блин. Не знаю, дорого, дёшево, он вроде на тонере, фатешный, на дисках, поэтому пофиг. Я всё равно здесь редко играю. Сейчас бы сидел, тупо искал вот это всё. Ой, 65500, блин, прикол бы он сейчас согласился, 6500. А, ну, подожди, подожди, заметит или нет? Мы договаривались, 6550. А, всё. Спасибо. Называется, Аван зашёл просто купить Макан. В итоге купил Вэшку, ну, бля, всё как всегда. Всё как всегда, ничего не меняется. Время идёт, ничего не меняется. Так, теперь у меня 0 свободных мест, поэтому скоро продам какую-то тачку. У меня есть Вэшка, вот. Только на Вэшку давайте, пацаны, вцепим. А четвёрки у меня есть? Четвёрки на 204, бля. Ну, тогда на Вэшку цепляем 0.05, а шо делать? А шо делать? Номера у меня не хватает, у меня ещё сколько? 6 лямов, мне ещё 2 ляма, и 2 ляма не на решай. Ну, конечно, могу продать, но да пофиг. Короче, у меня есть копейка на 0.05, конечно, 0.05 можно было вцепить на М5, на Е39, либо в 10, либо КС купить в то же время, либо уже рестайлинговую, либо Х5М. Но Эван вишает на В класс 0.05. Ну, бля, люди более, люди более. 700 тысяч не деньги, а, 500 тысяч даже. 500 тысяч не деньги. Вот. Если шо, если шо, поменяем. Теперь просто охуенный в класс, я не могу. Как сразу номер меняет тачку? Не знаю, сразу номер меняет тачку. И цвет охрененный, если честно, голубой. Прям вообще офигенный. Может не менять? Диски тоже, кстати, красивые. Я хотел, как всегда, поставить сюда MG Edition 1, как я всегда это делаю. Но, бля, они настолько охуенные, что даже менять не буду. Ах, звук, это, пацаны, просто саундчек сразу. Просто, пацаны, звук, 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 звук. Два. Смотри, как он качается. Охренеть. Че под капотом? Это передний привод. По факту, они идут и переднеприводные, и полноприводные. Вроде как заднеприводные. V250 означает, что здесь стоит, как бы, 2.1, но, как бы, всегда на ВИТО моторы дизельные. И 190 лошадиных сил, но задний привод. Но здесь я вижу мотор по расположению, это передний привод. Как он дергается. Кстати, детализация неплохая. Совсем неплохая. Двери сбоку открываются. Чисто купил, вот купил тачку ради дверей. Отвечаю. Я еще любитель этих бусиков с GTA V Online, которые двери открывались. Я могу купить на Redmi, том же в МТА. Могу купить Cadillac из-за того, что у него подножка охрененно выезжает. Также я покупал в свое время еще на смотри МТА тачки, потому что у них спойлер выезжает по типу McLaren P1. Короче, я могу купить тачку просто из-за мелочи. Вот просто из-за мелочи. Вот здесь мне понравились двери, все, и захотел ее купить. Но охрененные же. Жалко, что здесь, с одной стороны, CCD это плюс, что ты на G садишься, и ты можешь сесть сейчас, да. Вот, например, я хочу сесть вот сюда и посмотреть вид от первого лица. А я не посмотрю, я сяду только на водительский. Так, АВ от первого лица. Мне не нравится вот этот ковер, если честно, на торпеде красный. Вообще не нравится. Что-то здесь Park Assistance. Ну, салон такой. А, еще у меня телек стоит нормально. Да? Ну, стиль, ну, стиль же, стиль. Конечно, раньше я вообще не любил бусики, а потом я где-то в году 16-ом просто на Аризоне еще в Сампе чисто угорал по бусикам. Я единственное на бусике ездил охрененно. А, на Redmi у меня тоже Вашка была, антихром такая черная. И теперь есть еще и здесь. Можно как-то камеру повернуть вот сюда, например. Вот так, вот так, вот так и третьи. Ну, охрененно. Я не знаю, это просто разработчик этих дисков, дизайнер, он просто не человек, он бог. Он придумал диски, которые идут на все Мерседесы. Да не только Мерседесы. У меня и Цэшка, и Кабан, и Гелик. Я бы сейчас Вашку сделал бы на этих дисках, но уже хватит. Трое тачек, трое Мерседесы на этих дисках хватит. Потому что эти тоже нормально смотрятся. Не, это не за то, что я просто зажал бабки. Они просто тоже охрененно сюда подходят. Вот, а цвет, блядь, тоже охрененный. Но хочется что-то поменять уже, блин. Хочется что-то свое сделать. Нормально? Ну, окна типа опущены или что? Или разбиты? Не знаю. Кузовные винилы. Нету, слава богу. Основной цвет тачки. Вот. Можно сделать белый по приколу. Но если делать белый, сюда бы неплохо влетел антихром пакет. Вот этот Найт пакет. Вот сделать решетку, вот эти хром молдинги. Было бы зашибись, да? И тогда белый сделать. Либо можно сделать черную. Ну, стиль же. Я, конечно, не буду страдать 500 тысяч. Было бы у меня бабки, я бы сделал. Но в скором времени могу даже и такой сделать. Но это стиль, это стиль. Серый такой. Вот белый. Либо черный. Давайте сделаем черный. Хочу черный. Ну, да ты что? Ты смотри, какая пушка. Просто начальника. Бусик начальника, отвечаю. Так, где на 4, 4, 7? Спавним. Вот сюда бы еще набирать 4, 4, 7, не знаю. Вот этот ковер меня бесит просто, что с этими красными вставками. Блин, добавили, пацаны, вот просто белые, либо просто черные. Просто эти вставки, это капец. Это уже идет рестайлинг. Потому что фары сзади и спереди не такие. Блин, только купил с салона, выехал уже. Только говорил за фарой. И сразу фары новые бы поставил. Называется, бизнеса купил. Открыл ларек свой с картошкой. Теперь нужно водить на чем-то продукты. Вот, в принципе, купил бусика. Не знаю, у меня есть какая-то любовь к бусикам. Особенно к новой вэшке. Это, бля, это стиль. Кстати, метку перенесли. Сколько? Стоп, 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 сколько? 12 человек владельцев! Ебанутся! Ебанутся! Чтобы вы понимали, эти владельцы пока добавлены в тестовом режиме. После этого у тачки появится какое-то энное количество владельцев. После которого он не сможет ее продать на руки. Сможет только слить в утилизацию. И еще чем больше владельцев, тем меньше итоговая оценочная стоимость утилизации. 12 человек! 12 человек! 12 человек! Мне везде по одному. Ну, из-за того, что обновление, ты рыбарь. 12 человек! За 3 900 километров здесь было 12 человек владельцев. Это каждый проезжал по 300 километров. Это буквально два раза карту объехать. Понимаю. Понимаю. Это капец. Ладно, жига. Теперь нам не нужна. Не нужна нам жигули. Сливаем. 112 тысяч. А где вэшка? Ой, это смотра. По классике добавил немного информативности в этот ролик. Значит, в салоне эта вэшка стоит 7 900 тысяч. Я купил ее с рук за 6 500. Ну и там комиссия еще, да. Если ее продам вот в утилизацию, мне дадут 5 925. Дадут 6 лямов. То есть я потеряю где-то около пол ляма. Вот. Стоимость ФТ на нее 1 миллион 747 тысяч. То есть пацан, который покупал за 8 нового из салона. Он еще вложил туда 1,7. Почти 1,8. Ему как бы эта тачка... Ему эта тачка встала в 9600. А я не считаю еще внешний тюнинг. Ну, короче, в десятку ему встала. Ну, кто делал ФТ. Также здесь 7 мест в багажнике. Хотя это бусик, да. Это на гелике 20. Здесь 7 всего лишь. Максимальная скорость, как вы видели, 250 км в час. Объем бака 78 литров. И бензин сюда можно залить либо 95, либо 98. В принципе, пацаны, на этом все. Вот такую коллекцию мерседесов на Смодр Рейдж я собрал. Конечно же... Эх, жаль, что я так и не договорился с владельцем 002 на 77 регионе. Он мне запорол все, можно сказать, коллекцию. Да не только он. Мы еще 007 как же не купили. Если вы знаете владельца 007.97, либо 77, либо можете его уговорить, чтобы купить как-то за адекватную сумму, напишите мне, пожалуйста, в ВК, либо в комментариях. Вот. И 001 я вообще молчу. Я не знаю, как я их достану. Это вообще оверпрайс, жесткий. Мне кажется, там будет какой-то другой регион. Вот. Такой гелик 002 и потом просто трио. Ааа, 004, 77. Ааа, 005, 77. Ааа, 006, 77. Просто ай, пушки. Просто пушки. Называется Человек, который любит BMW. Купил 4 Мерседеса, а BMW только одна. Понимаю. Вот такую V-шку мы, пацаны, в принципе, сегодня купили. Мне очень нравится этот автомобиль. Он очень красивый. Тем более он 4-х местный. Жалко, что не 6-ти местный. Ну да ладно, может потом как-то пофиксят. Вот. Но смотрится он максимально топово. А на этом все, пацаны. Вот такой вот видос вышел. Напиши в комментариях. Была у тебя такая V-шка или нет. Либо ты собираешься ее купить. Будет очень интересно почитать. Поставь лайк. Помоги продвинуть этот ролик в топ. Также напиши комментарий, который я тебя попросил. Подпишись на канал. Ведь здесь выходит очень много интересного, угарного и полезного контента. Также нажми на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми. Ну с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.